Девушки отдыхают Итак, поехали! На прошлой неделе мы с вами, повторяя все, не забываем, что постоянно продолжаем повторять отдельно все эти задачи, нарабатывая четкую технику. Делаем отдельно морала, продолжаем делать отдельно удары и продолжаем дальше отдельно их соединять вверху. Не только тренируем третью часть, где уже соединяем вверху, а продолжаем тренировать все три части. Это очень важно для вашей внутренней системы и для организации в будущем более качественных и четких звуков. Итак, мы с вами научились делать... Вот к этому должны мы были с вами прийти, чтобы вот так вот в итоге получалось. Сегодня будет совершенно другое задание, которое впоследствии, уже в пятом задании, поможет совокупить все вместе для того, чтобы понять, как же освоить вот этот звук. Итак, сегодня я вам расскажу, как я вижу замыкание языка внутри ротовой полости для того, чтобы ограничивать звук во время клакинга и во время йодля, кому это необходимо. Обычно можно увидеть много ответов на этот вопрос по замыканию и закрыванию языка во рту для того, чтобы ограничить звук для клакинга. Вот что-то типа такого может фактически каждый и делает это благодаря тому, что языком закрывает к верхнему нёбу воздух при подаче, из-за чего получается этот резкий звук. Тык, 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 тык. Все про это знают или примерно делают так. Но фишка заключается в том, что я немножко предлагаю на это посмотреть по-другому. Я предлагаю вам язык упереть в нижние зубы, сделать из него горку, вот оно, верхнее нёба, вот губы, вот нижние зубы, и челюстью поднимать вверх, нижнюю челюсть вверх к нёбу, делая жевательное движение, замыкая горку языка к нёбу, отсекая звук. Это гораздо быстрее, удобнее и точнее. Жую. И звук произвожу тем же ударом, который я использую во время йоделя вверху, который мучил вас в предыдущих занятиях. Это тот же удар, только немного слабее, который ограничивается языком. То есть он делается так же с... Понимаете? Начало его такое же, как и в йодле. Но потом ограничение происходит благодаря закрыванию челюсти и примыкания горки языка к верхнему нёбу. Одинаковое абсолютно начало йоделя и клакинга на выдувы. А замыкание языка к верху и даёт нам совершенно другой клак. Более чёткий и более контролируемый. Научимся делать его просто, и это ваше новое задание. Замыкание челюсти. Это вам понадобится в пятом задании, о котором я расскажу уже через неделю, для того, чтобы достичь вместе с вами совершенно другого уровня освоения духового краткозачкового манка на белолобового гуся. Поэтому не останавливаемся. Продолжаем делать морала. Продолжаем делать удары. Продолжаем объединять это всё дело наверху. Изучаем клакинг движением челюсти с языком вверх горкой упертого в нижние зубы. Каждое из этих упражнений достаточно делать по две минуты в день в течение недели для того, чтобы повысить свой уровень. Поэтому подписываемся, ставим лайк, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео уже совсем чуть-чуть, и вы будете делать филигранные и красивые звуки в духовой манок. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok